Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этом видео мы с вами поговорим о новом обновлении консоли Xbox One. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал и давайте начнем. На днях мне прилетело новое обновление консоли Xbox One и в принципе оно не несет в себе каких-то наглядных изменений. Единственное, пожалуй, наглядное изменение коснулось лишь панели гайд. Если вы очень внимательны, то вы в принципе заметили, что вот эти вот вкладки, они переместились отсюда вот сюда. На мой взгляд это стало чуть неудобнее, поскольку раньше можно было нажать два раза вниз, чтобы переместиться на эти вкладки. Но теперь вам нужно будет нажимать на дополнительную кнопку RT, чтобы переключиться на Store и тому подобное. Единственный плюс этого это то, что появилась вот эта вот вкладка звука, поскольку она раньше появлялась лишь тогда, когда вы втыкали гарнитуру в геймпад. Сейчас же она просто стоит и ее можно без проблем настроить. Также, если вы очень внимательны и полазите по всему новому дашборду, то вы скорее всего заметите отсутствие миксера. Да, миксер, к сожалению, уже убрали вовсе и теперь какого-либо упоминания его нет вообще. Даже если мы в принципе зайдем в клубы и попытаемся найти вкладку транслировать, трансляции мы ее не найдем. Кстати, если что, это наш клуб, если хотите подписывайтесь, тут очень много русскоязычных игроков. Вот, поэтому миксер убрали совершенно. Если что, теперь нельзя никаким образом стримить на миксер, поскольку его убрали. Единственный выход из этой ситуации остается Twitch. Twitch в принципе это выход из положения и пожалуй пока что единственный способ на Xbox One как стримить. Другие же способы касаются еще и при помощи ПК. То есть вам нужно будет покупать карту видеозахвата, вам нужно будет устанавливать ОБС и так далее. В принципе, если вы хотите, я могу выпустить ролик об этом и рассказать как и что делать с консоли, чтобы начать нормально стримить. Вот, если что, приходите в бродкаст и в принципе все это настраиваете и стримите. Всего то, что убрали миксер, на мой взгляд это был клевый стриминговый сервис, который офигенно был встроен на Xbox One. И который был офигенно сделан. Всякие интерактивчики в виде молний, интерактивчики в виде чата и тому подобное. Короче, очень жаль. В принципе, я с миксером хотел бы попрощаться, у меня будет завтра днюха и поэтому, возможно, я проведу завтра такой вот праздничный прощальный стрим с миксером. Последний раз там постримлю и все. Если что, тот самый миксер, он преобразуется в Facebook Gaming. Но знаете, он у меня не вызывает какого-то восторга, поэтому скорее всего я буду стримить на YouTube и на Twitch. Также в этом видео я хотел бы показать вам, куда делись игры по голду, скидки и тому подобное. Потому что меня много уже спрашивают по этому поводу, типа, вот здесь была вкладка, игры по голду, скидки и тому подобное. И типа, куда она пропала? Объясняю. Чтобы найти эту вкладку, вам нужно просто переместиться вниз, посмотреть все рекомендации и добавить просто в панели от Xbox, Xbox Live Gold. Добавить на главную страницу. Теперь у вас на главной странице будет вот такая вот штука, которая, в принципе, и отвечает за игры по голду и скидки. Вот здесь скидки, здесь игры по голду. Но забирать игры через эту вкладку я вам не рекомендую, поскольку иногда это сделать не получается. С играми Xbox One там все в порядке, вы их без проблем заберете. Но вот игры от Xbox 360, к сожалению, у вас забрать, скорее всего, не получится. Чтобы их забрать, используйте сайт xbox.com. Просто с играми Xbox 360 есть некие траблы, которые, ну, из-за каких-то, видимо, региональных ограничений, через консоль забирать их, ну, немножко проблематично. Помимо этих изменений, я ничего такого в новом дашборде не обнаружил. Дашборд стал неимоверно простым. И, скорее всего, этот дашборд перекочует в новое поколение, а именно в Xbox Series X. Поговорят, что там будет такой же дашборд, как и на Xbox One. Поэтому какой-то новизны, скорее всего, в новые консоли, к сожалению, моему, мы не увидим. Также хочу напомнить, что у меня завтра будет днюха. Скорее всего, проведу стрим на основном или на втором канале. Будем играть, угорать, веселиться и тому подобное. Также хочу напомнить, что 23 июля будет презентация Microsoft. Да-да-да, та самая. Там должны показать игры нового поколения, поэтому переходите, стрим будет на основном канале. Скорее всего, он начнется с 5 часов по Москве, поскольку в 6 часов вечера начнется предварительное шоу, где там тоже покажут какие-то анонсы. А уже в 7 часов начнется та самая презентация Microsoft, о которой все вот так вот говорили. Поэтому надеемся, что майки нас очень удивят и мы останемся в полном восторге. На этом, в принципе, все. Вот такой вот видосик. Большое спасибо вам за просмотр, друзья. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и все. До новых встреч.